так ну что дубль 3 у нас книжки ивона хмелевская abc dm честно сказать реально очень хотелось ее разобрать но в начало уже прошло более полугода еще до начала войны она есть у меня просто сокровища вначале я втыкала в нее каждый вечер и все время там какие-то инсайтила меня все время видела что-то в ней новое сейчас наверное даже боюсь вот я сейчас спонтанно буду ее разбирать потому что у меня чувство что пришло наконец-то время ее разобрать боюсь что даже забыла там многие всякие вещи это книжка которую надо смотреть много-много раз мне всегда что-то открывается новое столько разных намеков столько разных концептуальных вещей в ней есть загадок которые прикольно разгадывать вот эта книжка алфавит алфавит главные слова на немецком но есть перевод на французский английский и польский вот видите да это обычно все адреса немецкие так заканчиваться уже одно вот это вот название на многом говорит насколько это концептуальная книжка вот с такими кульками дети немецкие идут в школу там сладости находятся видите девочки не видно по мальчику видно кстати что военное такое время или послевоенное книжка сделано просто чудесно у нее такая прямо вот бумага такое ощущение что вот это вот она состоит из разных тетрадок старых очень вот у нее очень такой специфический дизайн но конечно продуманный до мелочей даже кажется что я буду все время в ней находить что-то новое вот такие конечно в стиле хмелевской коллажа то есть на одну букву тут например на букву а несколько слов но сразу скажу что каждая это не слово это много чего зашифровано но в целом книга это как бы такой вот двери скажем так дверь окно в немецкую культуру на такое погружение в немецкую культуру немецкоязычную скажем так ну вот у меня почему такое ощущение эта книга еще какой-то ностальгии или какого-то довоенного или после войны в общем у меня такие очень смешанные чувства но что-то такое ностальгическое мне есть и еще что-то такое что как будто бы закрывает дверь вот второй мировой войны и открывает дверь опять в культуру немецкую да если так можно сказать ну давайте посмотрим книжка большая я не знаю наверное займет много времени не знаю останавливаться на каждой картинке вот посмотрите ну понятно это лук из кранов да адам и ева здесь а и здесь а и вот здесь вот тоже а это календарь вот видите слова на разных языках тоже букву а продолжается это автобан дорога и видимся и букву а до такой зашифрованную город ахан то есть тут сразу же на одну букву сразу несколько как бы слов которые здесь например оттуда тоже буква а это глазной врач но при этом тут еще мы видим и ханса арпа художника и дада низом скрыто у глазного врача в его таблице да на который смотрят ну короче тут очень много вот в одной картинке она кажется простой из первого взгляда но мне просто куча разных вещей и куча ссылок на разные на писателя на художника на поэтов немецких вот например эта книга да ну тут конечно мы вот чья книга пречта тоже немецкий писатель и вот мы видим здесь тоже кстати говоря недалеко от меня находится издательство тут же опять же буква б это библиотека это книги но в общем игра идет бесконечная игра с буквой например опять же вот это вот буква б вы видите да кстати я не сперва даже как с самого начала я этого даже не догадалась вот например борода да опять же мы видим букву б и блик на букву б это значит взгляд вот бетховен при этом говорит все люди будут братьями это тоже коррекала макс тут и бетховен зачастую ну в общем много и как бы сказать иронии и ну по-моему и борода в общем чудесные ассоциации и все время чего-то еще находится почему-то но вот находится все время новое здесь вот опять же мы видим букву б это ганса гостиан бах бах этот по-немецки значит ручей пчела цветок это все начинается на б до баха такая вот и ну вот эта брюка это мост это понятно но вы знаете что брюка же это же еще известная группа художников да ну вот тут написано вот они держат вот эти вот художники должен группа мост но при этом мост это тоже брюка лодка дерево это все начинается на б карандаш вот вот вам медведь вот такой вот тоже в стиле буквы б берлин да медведь это зверь как сказать с герба из герба города берлин вот большой медведь маленький медведь так далее да опять же продолжается группа б это голубь который принес письмо это опять же мы видим в письмо само письмо бе-бе швейцарский город и так далее да можно разглядывать бесконечно и прям улыбаться концептуальному мышлению хмельевской насколько все здесь продумано скрипка концерт баха себастьян опять же с выделено вот хамелеон опять же мы видим букву с уже пошла у нас буква это конечно настолько у нее чем нет статус начинается на город мы видим ну можно бесконечно конечно вот это мне очень нравится это уже начинается буква д 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 начинаются с их голов, и они выглядят как буква Д. Ну, то есть, короче, мне кажется, это гениально. Мне просто кажется, это гениально придумано, да? Классно. В общем, дом, это собор. Компийский собор. Вот сколько он, кстати, вот такой большой. Вот его измерили. Все это, как бы, видите, как классно, да? Такая старая тетрадка. Как будто школьники сами рисовали. Вырезали, клеили коллажем. Опять же, мы видим букву Д. Вот этот вот словарик для себя, да? Давным-давно, как будто бы, это было сделано. Вот, братья Гримм, видите, в темноте. С фонариком Д. Светит, ну, и, конечно, Д, луна. Ну, понятно, братья Гримм блаждают в темноте. У них и сказки все темные по такому лесу. Вот. Ну, а это у нас собачка, дождь. Это жажда. Такса, даты. И Дортмунд. Вот она пришла от Дортмунда для Дессау. Что находится в Дессау? Всем известно. Баухаус. Вот это, опять же, связано с Баухаузом. Ну, много, короче, можно здесь провести, если особенно немецкое искусство, культура нам знакомо, то увидеть много-множно всего. Вот есть Эссен. Эссен — это еще и город. Однажды в Эссене, вот видите, все предлагают родителей, тоже на букву Э. И вот мы видим эту букву, да, здесь предлагают есть ему. Вот. В общем, Марк Эрнст. Эссен — это также и серьезный, да, то есть тоже идет игра. Вот. Ну, конечно же, наш Эйнштейн, он объясняет, он тоже в форме буквы Э со своими формулами известными. Вот. Эйнштейн объясняет, да. А, это Экхард. И Экхард — это угол. И он из Эрфорта, город Эрфорта. Тоже, как бы, мы видим и угол, и Экхарта — философа, монаха, да. Вот тоже очень прикольно. Мне нравится эта каникулы. Называется S.F. Ну, понятно, что картина Фридреса, который много писал пейзажей, был знаменитым своими вот этими туманными пейзажами. То есть это персонажи его своего картины, но при этом они на каникулах, да. И вот мы видим, там море, там кемпинг. такой, не знаю, я просто от этих коллажей, я не знаю, я просто тащусь. Вот мы видим букву F. Это, конечно, Франкфурт. Во Франкфурте самолеты, там знаменитый аэропорт. Вот так выглядит силуэт Франкфурта. Не знаю, тут еще, короче, много разных мелочей каких-то, которые прям так... Вот тоже в форме буквы F, велосипедист. Сколько холодновато по Фаренгейту, видите, F, потому что это февраль. F тоже на F, феврале. Вот, поэтому он такой закутанный в шарф. Он у него раздувается, конечно, классный, нос такой красный. Да, много юмора тоже, вот, футбол. футбол, да. Кстати, здесь буква F, вот это я вижу. Тут, конечно, почему футбол, почему там лежит девушка? Она, значит, кинула мяч. Над этим стоит подумать. Некоторые картинки не до конца надо будет еще посмотреть. Вот, кишеньк, это подарок, это подарок, кишеньк, это подарок Гёте, да, миру, например, да, я думаю. Вот, Гёте тоже начинается с Покой Ге. Вот он подарил свои труды, можно сказать, миру, это его подарок. Вот, ну и, конечно, вот он гусь, золотой гусь, братьев Грим, сказка. Вот. Надо, кстати, перечитать, тоже уже не помню, о чем она. Наверное, есть еще здесь какие-то скрытые осмыслы, ну, руки, хэнгэ. Вот, видите, мы видим букву Хамбэг, Ханова, Хали, то есть еще все города, которые называются, да. Ну, конечно, он не играет Генделя, тоже как-то называется на хэнгэ, да, знаменитый немецкий композитор. Так, Хамбельман, это такой человечек знаменитый, про него есть много песенок, вот, и видите, он двигается так же, как Пина Бауш, знаменитая танцовщица немецкая. прикольно, что есть такая параллель, вот, и, конечно же, он в форме буквы Хамбэг. Вот, мы еще с вами даже до половины не дошли, видим Гальбейна, Женица называется, вот. Не знаю, сколько еще займет время, это, конечно же, Хунте-Вассер, понятно, знаменитый австрийский архитектор, вот его дом в форме Хана, это так же дом, дом и дом Хунте-Вассера, да, вот он сам. Ну, а вот, конечно же, ну, конечно же, наша любимая шляпа Джозефа Бойса, тоже немца, про него вы, друзья, уже знаете из нашего фильма, ну, если раньше не знали, вот, просто прекрасного современного художника и вообще концептуалиста тоже, вот, и понятно, что Хмелевская, ну, судя вообще по этой книге, она увлекается очень современным искусством, так, Хайна, конечно же, поэт, тетрадь, и вот, его стихотворение, конечно, там тоже фигурирует буква Х, вот, вот, тоже мы ее здесь видим, мы ее видим здесь, эту букву Х, да, инженер, я, то есть мы начинаем с буквы И, Рудольф Дизель, запрела, дизельный мотор, вот, ну, конечно, Гутенберг, идея, первая печать, да, вот, эта идея к ней пришла, это первая буква, и, вот, мы сразу видим, какая у него была идея, как он изобрел печать, да, отзеркалил буквы, вот, такой немножко нам дается, медленная, с улиточкой, пауза, и мы продолжаем, продолжаем нашу школу, Я, это год, буква И продолжается у нас, мальчик, юно, ну, понятно, это маленький Моцарт, видно сразу, да, ага, здесь и написано, семья Моцарта, вот он, буква И, ну, художник, сразу понятно, что это Климт, еще пока не видим, а имени, художник, это К, это Климт, мы видим К, Де Кюз, конечно же, его известная картинка, как раз он ее по-видимому рисует, вот, даже красочка тут, и свеча, это Мануэкант, да, он в Кёнингшперке, это Германия была, уже нет, да, мы видим, это буква К, то есть, вы понимаете, насколько она думала над каждой картинкой, это каждая картинка, она и выверена, продумана, я не знаю, до мелочей просто, до каких-то, это создавалось, тут много, тут много очень мыслей, и потом, ну, сам ритм книжки, конечно, очень такой приятный, он чередуется, вот это теплое с холодным, и все это немножко такое, вот на таких старых страницах, она, ну, просто невероятно приятно ее листать, учитель, Эл, Лорелай, тут мы вот видим эту Эл, он с указкой, да, вот, и цвет, ну, это Мартин Лютер, видите, опять же, цвет буквы Эл, тоже гениально, по-моему, идея, да, то есть, каждый, каждый лист, здесь эта идея, Хмелевская, то есть, здесь не только идет слово, да, вот это вот, Лехина смеяться, это вот, знаменитый собор, посмотрите, да, разеляет эти, приехали люди, тоже на Эл, на экскурсию, вот, смотрят на эту знаменитую, смеющиеся статуи, да, то есть, каждый, вот, ланзам, Эл, улитка, значит, медленно, да, лябцы, то есть, и лябниц, лябниц, то есть, вот, опять же, Эл, так это все продумано, и так до мелочей, и каждый лист такой очень, ну, он мог бы, как бы, существовать, вообще, независимо от книжки, марш, мышка, вот, и это крот, он тоже называется на Эмма, это, конечно же, стена, да, она была построена в 61-м, разрушена в 89-м, сразу понятно, что это за стена, да, то есть, да, объяснять не надо, вот мы видим эту Эм, и, кроту, кроту, в принципе, пофигу, да, была стена, нет, он, как бы, он то туда, то сюда мог спокойно ходить, много иронии здесь, вот, мастер, мастер, упаковка Эм, строитель, вот, вместе, Митайнанда, Марморец, такие персонажки известные, детские, вот, Нахтэн, это значит, думать, да, продумывать, и вот мы видим, это Ницше, вот он ходит, так говорит, Заратустра, и как интересно, видите, она играет, она, Заратустру, это слово, она ставит так, и получается тоже, опять же, Н, то есть, понимаете, это, на мой взгляд, это очень, очень гениальная игра, то есть, она играет, да, с этим, и вот Ницше, он, он опять же, видите, вот это вот, Н, вот она, Н, туда сюда ходит, думает, вот, после обеда, да, вот она после обеда, посмотрите, какая чудесная здесь, Н в окне, в Нюрнберге, тоже начинается с буквы Н, и, да, три часа после обеда, пополудни, эта картинка тоже мне пока, может быть, что-то мне еще скрыто, что я пока не увидела, это, конечно же, прекрасное Балтийское море, оно начинается на О, О, это, 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 дядя, О, это, вот, и мы видим эту прекрасную О, вот, октябрь, понятно, октобрфест, такое сразу, вот, октябрьское О, в пиве, и, тоже, просто чудесная картинка, она красивая, прекрасивая, посмотрите, просто офигенный зеленый, и, по массам, это, так классно, все промерено, что композиция тоже, вот, конечно же, дюрер, не раз, понятно, вот, это, пасха, остерн, тут и заяц у нас, дюреровский, тут и яйцо, тоже прикольная игра, это Ома и Опа, дедушка и бабушка, да, вот это вот дядя, онкаль тоже, ну, сразу же мы видим, да, понятно, дедушка и бабушка, но они уже не здесь, их уже нет, вот, вот их два О, Ома и Опа, два О, да, что от них осталось, сразу представляется, какой-то старый дом, эти старые обои, эти картины, эти старые фотографии, да, вот, пусто-брюма, это дуванчик, вот видите, П, и тут П, остановка, ветер, парк плац, это парковка, а вот Порше, видите, Порше уже, и уже не видно, след простыл, да, Порцелан, это фарфор, вот, та известная такая, упаковочная, упаковочная бумага, лошадь, вот, распакован, известный фарфор, тоже мы видим здесь, букву П, или это источник, источник, 2840 километров до Черного моря, Дунай, тоже, вот, то есть здесь начинается Дунай, из этого источника, квартет Бетховена, Бетховена, кстати, несколько, ну, вот, есть персонажи в этой книжке, которые несколько раз фигурируют, и там, и сям, Рилька, это поэт, поэт, Роза, вот, опять мы видим Р, тут его знаменитое тоже стихотворение про Розу, вот, тоже интересно, короче, зонтик называется, тоже Р, 1510, а вот 1345, да, вот он лежит, а вот он уходит под дождь, кстати, я помню, тут нашла что-то тоже в этой картинке, а уже сейчас, может быть, вы подскажите, вот такой вот зонт, это песок, и вот этот вот человечек песочный, тоже очень знаменитый персонаж, немецких сказок, море, штрант, это тоже пляж, зону, лето, со слова на эс, ну, мы видим эту чудесную эс, из песка, который тянется к человечку, тут тоже очень классно, штраус, это понятно, его ноты, но в то же время, штраус, это букет по-немецки, и штраус, это птица, все здесь обыгрывается, но понятно, что вальс штрауса, тоже тут попал, коридор, а не, 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 дверь, извините, дверь, с него глядывает, тигр от ветеринара, и тут находится том тюкве, а, кстати, тинта, это чернила пролитые, вот, и вот она, Т, видите, какая Т, да, между дверными выстрелами и забоев, а вот лестница, называется Трепа, Марлен, и это ковер, вот, и это, опять же, это невозможно, он мёклечь, то есть, мы видим, такая игра, опять же, это тоже невозможно, как стоит этот мальчик, это как-то вроде бы У, да, и это также У, это песочные часы, тесант У, и, опять же, и тут идёт, вырез, из Дюрера, и мы знаем, что это мальчик Дюрера, а это мать Дюрера, и посмотрите, он показывает, часы, что происходит, время идёт, и при этом песок, и при этом песок, как кровь, кровь, кровь течёт, и, что, что происходит, старость, там он показывает, показывает, а вот, по что ли, это представление, вот, мы опять же видим, вот, здесь, опять же, Дюрер у нас, любимый, как раз таки, четверть до 12, и, где мы здесь видим F, вот она, вот она, швейцарские, кстати, часы, птица, форма F, вот они, наши школьники, фоль, это значит полный, то есть полный, набитый кулек, подарками, папа, папа, ветер, мы видим, смотрите, какая буковка, В, птичка, видахоп, классно сделано море, калаш, конечно, шикарный, и опять же, мы видим, вот эту, дивэши, значит, белье, стена, дивант, вупетарь, город Германии, где, вот такие, подвешенные, есть, это, трамваи, класса, вода, то есть сразу же, много слов, на эту букву, а вот какая прекрасная, какая просто великолепная буква В, тут и волк, тут и красная шапочка, тут и лес, они, начинаются на В, кроме красной шапочки, так, ждать в арте, опять же, у нас буквы В, вас, варум, что, где, опять же, все это начинается на одну букву, ну, конечно, кому они ждут, они ждут, очереди к, Фрейду, кабинет, вот, ксилофон, опять же, здесь, вот, чудесно, конечно, ну, вот, портрет Бетховена, сразу говорит нам о том, что, если мы возьмем палочки, начнем бить там, А, Б, С, Д, и, Ф, Г, короче, то понятно, что у нас будет девятая симфония, то есть, да, классно, вот, Ренген, тоже немец, вот, забрел рентген, где Х штрафик, вот они, Д2Х, прекрасный Йети, я не знаю, как он затесался в Германию, может быть, в этом тоже какой-то смысл, и як, ну да, они же в Альпах находятся, вот мы уже идем ближе к Альпам, да, вот он, в Альпах, и посмотрим, показывать телескоп, цайн, и цась микроскоп, цеппелин, рисунок, и вот это тоже классная картинка, от Суали, это 2, и вот как из 2 выходит Z, вот она, а здесь вот мы видим, где Z, все, мы уже приближаемся к Цюриху, к Цюриху, мы как бы практически по всей Германии, кстати, где мы начали, мне самое интересное, ну да, вот мы начали, собственно, с Афтабана в Ахане, и практически вот всю Германию, мы с Востока, не, подождите, ну мы как бы прыгали, там и сям мы были, но вот в конце концов, мы к Швейцарии приблизились, вот косичка, Дэцоп, Саун, Замбор, Цюрих тоже на Z, там он находится где-то, Цюрих, в Северии коза, а все это на боку Z, вот этот прекрасный просто Z с поездом, едет в Альпы поезд, вот, Цукшпицы, это вершина горы, сколько метров, вот, и вот мы видим опять же Z, Z, который раз, комната, а Цвейк, понятно, Цвейка, книжки мы видим в шкафу, 24 декабря, приближается Рождество, знаем мы про Цвейка, да, который тоже уехал с Германии во время войны, его историю сейчас не будем рассказывать, вот, ну и собственно на этом все, вот такая библиотечная книжка, это не настоящая, это такая, это такая печать, вот смотрите, уже прошло полчаса, наверное, можно было бы и дольше посмотреть, и что-то новое находить, хочется над каждой картинкой подумать, вот такая книжка, ну вот, смотрите, может быть, увидите что-то свое, буду ждать ваших тоже комментариев, вот так вот,